итак ребят всем привет сегодня у меня будет видео необычное нестандартное тем что сегодня я буду тестировать прибор макро рейсер вот и с этим я открою новую рубрику открою новые плейлисты по приборам буду тестировать все приборы которые мне будут попадаться на глаза в руки и естественно буду их тестировать по глубине но буду делать это по воздуху вот все будет стандартное все будет одними и теми же монетами вот все без обмана а то обычно смотришь видео производителей рекламируют там есть свои уловки хитрости ну а в данном случае я буду приборы тестировать я лицо не заинтересована так что все у меня будет по-честному без всяких хитрости и без уловок вам решать какой приобретать в данном случае прибор так что смотрите мои мой плейлист и мои видео по данным сюжетам я думаю будет интересно и полезно при выборе приборов особенно это важно для новичков так что смотрите будет интересно и так включаем мы прибор и отстраиваем сейчас я покажу на двух камерах как отстраивать данном случае прибор будем это сделать по воздуху так что балансировку грунта я делать не буду а просто покажу какие настройки здесь в данном случае я выставляю второй режим здесь три режима и четвертый режим это у нас является именно пляж оставляем второй режим как рекомендует затем увеличиваем до полного до полного появился у нас характерный шумовой эффект будем убавлять до того момента пока он не пропадет все пропал затем выставляем на на 40 это у нас от отсекаем черный металл так как мы с черным металлом не будем работать я его сразу выключил следующее у нас идет режимы по частоте то есть здесь на этом режиме отстраивается чистота заводские настройки мы делаем а днёрочку как рекомендуют затем здесь это у нас шумы аудио этот тон тональность меняется до 5 оставляя 4 меня это удовлетворяет затем у нас вибрации вибрацию я отключаю чтобы экономить батареи она ни к чему и подсветка подсветка экрана я тоже отключаю а балансировку данного прибора осуществляется все так же как и на остальных приборах а здесь у меня под под прибором под прибором имеется тунглер тунглер от себя и откачиваем прибор не соприкасаясь до земли где-то примерно на 15 сантиметров несколько раз по цифровому монитору должно искажаться примерно 12 квалифициент если больше то от это неправильно должно 12 колебаться в этом диапазоне если же больше то настройка балансировка будет неправильно данном случае а сейчас вам буду тестировать данный прибор по воздуху на стандартные монеты которые я буду все время испытывать монеты будут разного достоинства и разного номинала медь серебро медно-никелевые сплавы алюминиевые сплавы вот стандартные советики царьки так что смотрим я сейчас их покажу вам итак атакуют у меня будет стандартный набор царские монеты пятак екатериновский двушечка все я взял вот таким вот маленьким размером на убывание специально чтобы показать вам результаты монеты у нас чищены без всяких наростов так что искажений никаких не будет из советиков тоже взяла пятачок трешечка двушечка копеечка к сожалению куда-то у меня делась не знаю не найти не могу а советики естественно тоже покажу по мере убывания пятачок и до копеечки а а царское серебро царское серебро именно серебро не белончики а серебро советские у меня вот такие вот серебряные полтинник двадцатка пятнашка и десятка медный никель вы и сплав щитовички а потом взял еще добавок для разнообразия в квадрате вот такие медный никель вы и заодно покажу серебряные монеты которые у нас являются не нашей не нашей эпохи это немцы австро-венгры и монголо-татарская ига вот такие вот у меня монеты будут стандартном обзоре все время фигурировать так что смотрите будет достаточно все подробно и интересно по данному материалу ладно смотрим сейчас приступим итак ребята надеюсь ветер не помешает нам как вы видите прибор я настроил все подключил катушка смотрите стоит под 90 градусов то есть наклона катушки нет вот в данном случае иногда заключается хитрость у производителей наклоняет катушку и дальность показывает гораздо глубже в данном случае я здесь все сделал на совесть все честно вот установил от линеечку миллиметров как вы видите она совпадает все нормально так начнем мы пожалуй с советских монет советских монет берем копеечку и смотрим по воздуху показывает 25 25 миллиметров берем трое трешечку двадцать седьмого года показывает 31 берем пятачок обычный советский пятачок 35 показывает так берем медно-никелевые монеты они будут у нас звучать немножко по-другому и естественно будут другие данные 28 показывает 28 28 15 копеек берем в квадрате так же как и три копеечки показывает у нас два тридцать один миллиметр ой сантиметр 20 щит вичок 33 показывает затем возьмем советское серебро советское сибир серебро в простонародье его увеличают еще белончики потому что у них они низкое качество серебра 500 проба смотрим 29 цепляет 29 15 копеек 1922 года тоже показывает 28 20 копеек серебряные 30 года чуть побольше 29 чуть побольше 29 показывает 29 и берем полтинник молтобоец и смотрим 30 33 34 цепляет но не знаю на второй камере вам видно нужно его копать или нет затем возьмем медные 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 монеты 2 копеечки медные у них еще медь царская так что вот будет хороший результат ну показывает 33 33 трешечка 24 35 цепляет 35 цепляет и пятачок пятачок 35 цепляет 37 цепляет из того что мы сейчас сделали будем теперь переходить на царское на царское серебро в данном случае у нас петр 1 чешуя 20 21 цепляет 21 21 10 копеек царский 25 царь 25 царь 27 царь берет 27 15 15 копеек 28 с половиной берет берем четвертачок 25 копеек тоже царские серебро повторюсь 30 берет 32 и берем вот такой вот николай к сожалению у меня других монет царских нет но вот я думаю николай размером с полтинник даст результат 35 34 34 берет ну и оставим его на 34 перейдем на медный на медные царские монеты которые в основном у нас и попадаются на копе так что смотрим начинаем с самой маленькой монеты которые у меня в данном случае есть правда вчера я откопал одну четвертую копейки серебром она поменьше но к сожалению на процессе чистки но берем вот такую одну вторую копеечки николай 25 28 четко берет 28 возьмем вот такую медную золотая орда так называемая чешуйка тоже посмотрим как она реагирует ну показывает тоже диапазон 27 28 ну поставим на 28 полушка 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 екатерины также 28 копеечка берем копеечку 30 31 31 берем вот такую вот две копеечки с соболями сибирочка 35 берет ну 35 и оставляем и наконец большая монета это у нас пятак екатериновский смотрим как он 35 берет четко 40 берет 42 цепляет ну и до кучи возьму вот такие серебрушки это у нас иноземцы посмотрим как они реагируют 35 ну 35 берет две кроны австро-венгры ну так же в таком же диапазоне ничего не изменилось ну и чешуйка монгольская серебряная 27 да 27 так и остается как и все такого размера серебряные монеты вот в данном случае я вам показал по воздуху все честно 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 никакого обмана нет как вы видите данный прибор макро рейсер макро рейсер показывает основное критерии показаний на вот такой вот линеечки буду ее использовать теперь всегда чтобы не было никаких вопросов диапазон смотрит от 20 как вы видите от 20 все монеты находятся и до примерно 35 то есть здесь это основная масса монет а здесь у нас в основном 30 35 сантиметров по воздуху есть конечно вот чешуйка у нас на диапазоне 21 сантиметр и пятак екатериновский на диапазоне 42 сантиметра от катушки ну а так смотрите судите сами все находится в пределах 25 35 сантиметров средняя 30 35 все над думаю составлю я еще таблицу где в таблице я буду все данные прикреплять и там все будет видно ценовые категории приборов я тоже установлю вот и все будет видно и подробно ясно какой прибор лучше и какой лучше брать ну а так все все всем гостям моего канала рекомендую подписаться здесь вы увидите много интересного видео что связано с металлопоиском и полезной информацией будь всегда первым при просмотре новых видео а для этого тебе надо подписаться нажать на колокольчик поставить галочку и ты будешь первым оповещен о появлении нового выпусков а а а а а yo и а и Субтитры создавал DimaTorzok